Всем привет! С вами инженер-электрик Екимов Игорь. Как и обещал, сегодня разберем электронный конструктор, умный дом. Но для начала давайте посмотрим, как работает уже собранный умный дом. А потом уже будем рассматривать сам конструктор, из чего он состоит и какие знания можно получить при его сборке. С умными домами я знаком с 2006 года. Тогда я начинал заниматься электрикой и одним из направлений я рассчитывал делать монтаж умных домов. Я заключил несколько договоров на работу с фирмами-поставщиками умных домов. Тогда было более четырех видов умных домов, которые я мог бы устанавливать. Но в реальности этим я так и не занялся. Клиенты предпочитали работать с поставщиками умных домов напрямую. Сейчас я уверен, таких модификаций на порядок больше. Но электроника на Ардуино привлекла меня тем, что элементарная база достаточно дешевая. Достаточно много всяких компонентов, которые можно собрать как конструктор. И программный код для Ардуино открытый. То есть для большинства ситуаций уже есть написанные программы. Есть форумы, на которых можно посвящаться с коллегами, если что-то не получается. Вы, конечно, можете собрать целиком умный дом по готовой инструкции. Загрузить готовую программу. И он у вас сразу заработает, если собрали все правильно. Такой умный дом можно подарить ребенку. И он будет в восторге от такой игрушки. Еще лучше, если вы этот дом соберете вместе с ребенком. При этом не нужно вникать в вазы программирования и работы микроконтроллеров. Это хороший вариант. Но я заказал этот комплект умного дома для других целей. Разработчики конструктора предлагают перед сборкой этого умного дома пройти обучающий курс, состоящий из 14 уроков. При этом рассматривается досконально, как работает каждый датчик и каждое исполнительное устройство. При этом можно научиться о зампрограммировании на языке C. Не путайте с языком программирования C++. Изучив компоненты, из чего состоит данный конструктор и программирование на языке C, вы сможете разрабатывать свои конструкции и даже сделать свой реальный умный дом. Хотя не уверен, что он состоит конкуренцию профессиональному умному дому. Но все равно он будет стоить на порядок дешевле. У меня есть отдельный канал, Ардуино для начинающих. Там я планирую размещать обучающие ролики по электронике на Ардуино. Как только количество подписчиков на канале будет больше 100. На данный момент их уже 67. Подпишитесь на канал Ардуино для начинающих. Этим вы ускорите публикацию обучающих роликов по Ардуино и электронике. И не пропустите сами обучающие ролики. Я планирую их делать очень подробными. А теперь посмотрим, из чего состоит этот конструктор. Так, тут книжечка. Но тут больше описания компонентов, из чего состоит данный конструктор. Сама инструкция, по которому собирается данный умный дом, находится в интернете. Приятным бонусом является отверточка, которая входит в комплект. Сердцем данного умного дома является плата K-Studio Plus. Вот эта плата. Это улучшенный аналог платы Ардуино Уно. Давайте сравним. Это Ардуино Уно, а это K-Studio Plus. Как видите, они довольно похожи. Они взаимозаменяемы. Но данная плата имеет более расширенные функции. Следующим компонентом это плата для подключения всяких датчиков. Так она выглядит. И она ставится напрямую на плату K-Studio Plus. И получается двухэтажная плата. Тут комплект соединительных проводов достаточно большой. Соединительный кабель для подключения K-Studio Plus. Бокс для батареек. И индикатор. Так он выглядит. Еще, как видите, у пленки. Тут целая коробка с датчиками и исполнительными устройствами. Давайте ее вскроем и посмотрим. Это кнопка. Это зуммер. Это релейный блок. Это датчик влажности почвы. Кстати, его вы можете использовать, если хотите сделать систему автоматического полива растений у себя дома. Это датчик газа. Это фотодатчик. Это светодиод желтый. Светодиод белый. Это модуль Bluetooth. С помощью которого есть возможность управлять умным домом с помощью мобильного телефона. Еще одна кнопка. Это шаговый двигатель для управления окнами и дверьми. Это вентилятор. Это датчик влажности. Реагирует на пар и на капли дождя. Еще один шаговый двигатель. Это датчик движения. И комплект соединительных винтовых гаек. И комплект панелей для сборки самого умного дома. Оно сделано из фанеры. Сделано все достаточно аккуратно. Видно, что это делалось с помощью лазерной резки. Вот такой набор. Как я говорил, вы можете просто собрать умный дом. Не вдаваясь в тонкости ардуино. Вы получите интересную роботизированную игрушку, которая управляется смартфоном. Это будет хорошим подарком ребенку или подростку. Но вы можете использовать данный конструктор как учебный комплекс по Ардуино, чтобы изучить эту платформу и самому заняться разработкой электронных устройств для своих целей. Как я и говорил, я буду выкладывать обучающие ролики на канале Ардуино для начинающих. Как только там будет более 100 подписчиков. Предлагаю вам также подписаться на этот канал. Ссылка будет в описании. Вместо окончания приведу слова Билла Гейтса. В будущем дома без систем умного дома будут такими же немодными, как дома без доступа к интернету сегодня. Звучит обнадеживающе. Если у вас возникли вопросы по набору, пишите в комментариях. Поддержите видео лайком и репостом. И до встречи в новых и старых роликах. Продолжение следует...